Вы даже не представляете, насколько ароматный этот компот зимой, а по вкусу напоминает вишневый компот. Для этого компота кружевник лучше брать темных сортов, чтобы компот получился темного насыщенного цвета, похожего на вишню. Кружевник предварительно мою, хвостики от ягод я не отрываю и раскладываю по чистым банкам. Заполняю ягодами примерно на 1 треть банки. Теперь беру веточки вишни. Нужно 5-6 веток длиной примерно 20 сантиметров. Нарезаю их на кусочки и укладываю на ягоды. А можно сначала в банку поставить ветки вишни, а затем заполнить банку ягодами. В кастрюлю наливаю примерно 2-2,5 литра воды. Высыпаю 300 грамм сахара. И довожу до кипения. Кипящим сиропом заливаю банки. Недостающую жидкость просто добавляю из кипящего чайника или из другой кастрюли с кипящей водой. Одеваю на банку крышку для слива воды и сливаю горячий сироп обратно в кастрюлю. Вишневые листочки уже начали отдавать свой аромат. Сироп уже имеет вкус вишни и цвет зеленого оттенка. Еще раз довожу до кипения сироп и заливаю им банки. Закручиваю стерилизованными крышками. Переворачиваю банки на крышку и даю остыть при комнатной температуре. Компот, приготовленный этим способом, абсолютно неприхотлив и отлично хранится при комнатной температуре. Банки полностью остыли и стали уже насыщенного темного цвета. А зимой цвет компота станет еще более темнее и будет чем-то напоминать настоящий вишневый компот. Конечно, цвет компота будет зависеть от цвета крышевника. Чем темнее ягода, тем насыщеннее будет компот. По вкусу компот получается очень вкусный, со вкусом вишни и ярко выраженным ароматом вишни. И никто не может догадаться, что этот компот приготовлен из ягод крышевника. С вами была Марина Кириллова на канале Сейчас приготовим. До новых встреч!